Вообще-то земля, это леса, парковая зона у нас раньше была. Здесь ребятишки из школы выходили, эту территорию постоянно убирали. Ну а теперь здесь будет, по словам местных жителей, туристический комплекс. Разрешение на строительство выдала администрация Центрального района Барнаула. Строительные работы идут уже несколько месяцев. За это время, по словам жителей, были вырублены десятки деревьев. Но проблема не только в этом, жалуются они. Новая стройка мешает элементарно пройти к остановке. У нас теперь нет прохода ни к воде, ни к остановке. И нас вынуждают ходить в обход, а это 20 минут по опасной проезжей части, которая без пешеходов. И еще самое интересное, что нам вообще отвечают, что тут вырубок никаких нет. Хотя мы вам можем сейчас пройти и показать. Зашли, попытались показать, но охрана тут же вызвала полицию, которая попросила удалиться. Факт был? Вырубки деревьев. Заявление писали? Все хорошо. Вы просто не заходите на территорию частной собственности. С этой территории, с которой нас только что выгнали, по словам местных, спилили 25 сосен за три месяца. В администрации города нам пояснили, что территория частная и хозяева могут делать все, что хотят. Кстати, проверяем, действительно ли территория относится к частной собственности. Открываем публичную кадастровую карту. Смотрим место, где мы были, и вот результаты. Земля, согласно карте, относится к землям населенных пунктов. То есть, скорее всего, пояснил нам юрист, принадлежит муниципалитету, а не частному лицу. По словам представителей городской администрации, никакой вырубки не было, с территории лишь убрали валежник. А что ответила полиция? Ничего не ответила. Обращайтесь в суд, говорит. Только пока мы судебное решение дойдем, тут ни одного дерева не останется. Почему возникла такая путаница и кто и на каком основании пользуется землей, предстоит выяснить сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.